без следа. И при этом Вашингтон не перестает поучать всех и вся принципам демократии. Разгромный доклад, который описывает серию международных преступлений Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, опубликовало Китайское общество исследований в области прав человека. Создание военных тюрем на оккупированных территориях, пытки пленных, санкции на жизненно важные для обычных граждан товары, разжигание исламофобии, грехов за душой у главных демократоров, хоть отбавляй. И по факту это реалия сегодняшней внешней политики Штатов. О чем не хотят говорить на Западе и что в очередной раз подчеркнули на Востоке, расскажет Андрей Семченко. Десятилетия беспощадных войн, сотни тысяч жертв, бомбардировки и разрушения экономик. Для некоторых стран война это трагедия, но для Штатов это скорее образ жизни. Эта мысль идет красной нитью через весь текст доклада Китайского общества расследований в области прав человека. Основное внимание уделяется систематическим нарушениям международных правил Вашингтоном, развязыванием войн и массовых убийствам гражданских, односторонним санкциям, сталкиванием цивилизаций и жестокому обращению и пыткам задержанных. И это далеко не весь список. Большинство стран не хотят жить под диктат Соединенных Штатов, они просто хотят придерживаться своих собственных национальных моделей или национальных обычаев. Поэтому США и начали войны против некоторых государств. Таким образом, они показывали всему миру, что с ними нужно считаться. Отговорка всегда одна — это нужно для национальных интересов Соединенных Штатов. Потом, когда ресурсы из опал заканчиваются, они просто сворачиваются и уходят, оставляя за собой хаос, тлеющие конфликты и беспорядки. В этом плане китайский доклад бьет по США их же оружием, ведь спекуляции на теме прав человека — чисто американский инструмент. Причем заявляют об этом не оппоненты западной системы, а в самом госдепе. В 2017 году политика опубликовала записку от помощника госсепитаря Рекса Тилерсона с инструкциями о том, как решать вопросы прав человека. Все оказалось прозаично. Цитирую. К союзникам следует относиться иначе и лучше, чем к противникам. В противном случае у нас будет больше врагов и меньше друзей. И вот ключевые показатели. За последние 20 лет США начали военные действия во имя борьбы с терроризмом примерно в 40% стран со всего мира. Жертвами борьбы за права человека стали миллионы мирных людей. Как, к примеру, при бомбежке сирийской границы, где погибли десятки мирных женщин и детей. Американские военные не просто лгали о жертвах и удаляли любые отчеты о преступлении, но даже попытались снести бульдозером место преступления. Дамаск, как никто, знает, что стоит за сегодняшними реалиями демократии. После прекращения боевых действий Соединенные Штаты вели очень жесткие санкции против сирийского народа, нацеленные на самые слабые слои общества в Сирии, сирийского общества. Таким образом, самые бедные люди в Сирии, самые слабые, сейчас становятся мишенью самой богатой страны в мире, Соединенных Штатов Америки. Это многое говорит о человеческих ценностях. Принципы общего блага, которые, по идее, должны нести прогрессивные демократии в свет, попросту игнорируются. Даже после завершения своих военных операций в Иране, Афганистане, разрушив инфраструктуру и породив политическую нестабильность, Вашингтон не остановился. Против стран были введены широкие санкции, которые попросту привели к гуманитарному кризису. Кабул сообщает о нехватке еды, а Иран попросту оказался отрезан от западных вакцин во время пандемии COVID-19. Прямой эффект санкций заключается в том, что доступ к зарубежной медицине очень затруднен. Цены намного выше, позволить их себе могут далеко не все. Иностранные фармацевтические компании не продают нам лекарства, потому что они боятся карательных санкций США. Двойная, порой и тройная игра и лицемерие в вопросах международного права на сегодня не видна лишь тому, кто живет с закрытыми глазами. Китайское общество исследований призвало Совет ООН по правам человека как можно скорее рассмотреть нарушения Вашингтона. Однако, что-то подсказывает, что резолюцию о преступлениях штатов мир еще долго не увидит. Андрей Семченко, Михаил Другаков, Агентство теленовостей.